Математика, профильные и химия. Вот они, стобальники по ЕГЭ. Таких ребят в республике 181. Их результаты выше среднероссийских. Перед педсоветом выпускников поздравил президент. А сами новоиспеченные студенты уже дают советы школьникам. Учиться и не забывать про другие сферы жизни, про друзей. Несмотря на успехи, есть над чем работать, заявил министр образования Рафис Бурганов. 245 претендентов на медаль не смогли сдать обязательные экзамены на 70 баллов. 18% в Алексеевском районе, 20% в Апастовском, 27% в Тюличинском. Худший результат в Лаишевском районе, где из 22 претендентов подтвердили право на медаль только 12 выпускников. По результатам всероссийских проверочных работ, Рособранадзором выявлены районы республики, в которых отмечается их необъективное оценивание. Это 29 муниципальных районов и 53 школы в них. Задание от министра – работа над ошибками. Учителей со следующего года педагогов будут готовить по новому проекту. Учитель будущего откроет у Центра повышения квалификаций. Акцент на психологию современных детей. Это дети, которые, безусловно, не любят, когда их критикуют, когда любят, когда важно этих детей всегда поддерживать, быть с ними рядом, иметь с ними дружеские отношения, в том числе и родителям. Мы будем говорить о новых технологиях, мы будем говорить о фьючерских, о профессиях будущего даже в нашей педагогической профессии. То есть это профессия тьютера, это профессия гувернера, это игротехника. За пять лет бюджет отрасли вырос на третий, превысил 100 миллиардов рублей. Глобальная образовательная стройка сейчас практически в каждом районе республики. Это 10 школ на 12 тысяч мест и 28 детских садов. Республика Татарстан уделяет самое пристальное внимание системе образования. Прежде всего это касается дальнейшего развития инфраструктуры, подготовки современных педагогических кадров и систем мотивации учительского труда. Президент подчеркивает, не только учить, важно воспитывать. Мы среди лидеров рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации и рейтинги развития науки и новых технологий, что подчеркивает наши достижения в сфере науки и высшей школы. При этом в условиях сложных процессов общественного развития все более актуальной становится проблема воспитания подрастающего поколения. Как раз об учительском труде говорила в своем выступлении замминистра просвещения страны. Чтобы выйти на средний уровень зарплаты, педработнику приходится вести по 40 уроков в неделю. Уровень же образования в республике Ирина Потехина оценила на 5. И вот те замечательные результаты, где вы уже оставляете две столицы позади по ЕГЭ, говорит о том, что педагоги здесь просто вкладывают душу в свою работу, и мы это видим по результатам. Спасибо еще раз вам огромное. По итогам августовского совещания работниками образования была принята вот такая резолюция. Здесь более 60 рекомендаций. Глобальная цель – обеспечить вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. По национальному проекту Татарстан получит более 7 миллиардов рублей. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА